Здравствуйте, дорогие телезрители! Я священник Михаил Поликоровский, настоятель Воскресенского собора города Уфы. И сегодня мы поговорим с вами о природе зла. Что такое зло, я думаю, каждый человек знает не понаслышке. Мы встречаемся со злом в различных его проявлениях на протяжении всей своей жизни. Это обиды и горечь утрат, и несправедливость, и болезни, и войны, и смерть, и многое другое. То, чем наша жизнь, к сожалению, бывает часто очень интенсивно наполнена. Но что же такое зло, и как к нему правильно относиться? Если мы обратимся к тексту Священного Писания, то еще в Ветхом Завете написано так. «Бог зла не сотворил и не радуется смерти живущего». Но если Бог не сотворил зло, откуда же оно берется? Ведь мы знаем, опять-таки, что в Священном Писании еще и Ветхого Завета, общего для многих мировых религий, сказано о том, что именно Бог является Творцом мира. И то, что Бог творит этот мир из абсолютного небытия. То есть не было ничего, кроме самого Бога. Вообще о причинах Творения можно поговорить отдельно. Это большая и глубокая тема. Но мы скажем только то, что кроме Бога не было вообще ничего. И Он начал творить. Святые Отцы объясняют это тем, что Бог творит мир просто потому, что пожелал, чтобы было что-то еще наряду с Ним. Он в этом мире не нуждался. Для нас очень важно утвердить этот момент, что все, что возникает творческим действием Божиим, возникает лишь Его повелением, благодаря Его творческому слову. А это значит, что в мире нет вообще ничего случайного. Все только то, что существует в мире, значит, вызвано из небытия, бытию, Словом Божиим. Бог творит мир, как сказано в Священном Писании, в течение шести дней. И в конце каждого творческого дня мы слышим христилистику. И вот увидел Бог свет в первый день, что Он хорош. И был вечер, было утро, день один. В конце последующих дней мы слышим нечто подобное. И в конце всего творческого вот этого акта звучат слова. И вот увидел Бог, что все, что Он создал, хорошо весьма. Для нас это важно. То есть Бог подтверждает, что все, что было в Его замысле, реализовано именно так, как Он и захотел. Сложность здесь возникает в том, что мы тоже ведь часто хотим что-то соорудить, что-то нарисовать, что-то изобразить. Но всегда получается с каким-то браком. Не совсем точно. Просто в силу нашей ограниченности. Даже если я захочу нарисовать окружность, она будет несколько кривой. Не потому, что я так хочу, но ограничены мы. Для Бога же иначе. Именно тот замысел, который Он имеет, именно так Он и реализован. А значит, зла Бог не сотворил. Что же это такое? Так вот, по мысли христианской церкви, зла вовсе не существует, как нечто сотворенного. Каждое из сотворенных существ были сотворены Богом добрыми, то есть соответствуют с Его замыслом. Но Бог дарует разумным существам – это люди, это ангельские силы, еще и разум, еще и свободу. И каждый из нас, из людей, или ангельского, или ангельские существа имеет возможность реализовывать свою свободу в ту или иную сторону. И вот если мы реализуем свою свободу не так, как задумана она с Богом, мы совершаем злой поступок. То есть добрая природа может сотворить еще и нечто злое, противное Богу. Почему же Бог это не пресекает? Дело в том, что Он любит нас и хочет, чтобы мы совершенно свободно исполняли Его заповедь о нас, чтобы мы совершенно свободно исполняли то, что о нас замыслено Богом. А если бы мы были ограничены совершением зла, это было бы определенным насилием и уже отсутствием свободы. Поэтому именно свободный выбор добра и делает нас людьми. Субтитры создавал DimaTorzok